Богородская управление Общение с жителями на местах – важный элемент в налаживании работы новой структурной единицы Каждое теруправление должно выехать к людям, чтобы понять, какие вопросы их волнуют в первую очередь На вопросы жителей отвечали представители управляющей и ресурсоснабжающей компаний и советник главы городского округа Наталья Гущина Для нее это не первая подобная встреча С декабря прошлого года она успела пообщаться с жителями Лозы, Васильевского, Мостовика и Галыгина Я работаю непосредственно с жителями Мы выезжаем в территориальное управление и конкретно проводим встречи с жителями Отвечаем на их вопросы, узнаем их нужды и стараемся решать эти вопросы Какие-то вопросы решаются сразу, какие-то вопросы откладываем на перспективу В Саматове на больше всего жалоб на плохое отопление в квартирах В квартире холодно, не от того, что на улице батареи еле-еле тлеют Тепло совсем не подается, так, как парное молоко Погода хорошая, мы тут раз звонили в ЖКХ, нам отвечают А погода, смотрите, какая хорошая Вот, они на день отключали, к ночи, к вечеру затопляют, чуть-чуть маленький дужок дадут Утром встаешь, вроде бы тепло, обратно отключает, раз тепло, это теплая погода Тогда бы и деньги тоже нам за квартиру снижали бы Котельная в Саматове на старое, работает на мазуте К осени ждут открытия новой газовой котельной А пока необходимо проверить работу имеющейся теплосистемы Виктор Владимирович, вот я все-таки думаю, что если такие жалобы поступают Надо комплексно посмотреть, провести замеры в котельной Посмотреть, какой теплоноситель выходит на поселок Замерить температуру подачи входа в дом Я думаю, что... У вас, у вас, да, скажите, пожалуйста А у вас есть счетчики тепловые на подъездах? Нет, отсутствуют, да? Тогда конкретно в домах смотрите Значит, я что предлагаю, от нас с вами сейчас ждут решения какого-то, правильно? Давайте сейчас спросим, значит, компанию управляющую И кто поставляет нам ресурсы Когда они готовы прийти, пускай называют сроки Это же можем мы сейчас с вами утвердить? Вы имеете такие полномочия? Конечно Утверждайте, значит, завтра Пускай они выходят прямо на место и определяют Спросили жителей о том, когда в поселке заменят старые водопроводные трубы Вот эта вот водяная система не менялась очень много лет Я имею в виду трубы, которые идут в домах Холодное водоснабжение Холодное водоснабжение Нам поставили очистку воздух Деньги бухали хорошие, да? А почему не заменили трубы? Эти трубы уже 50 лет лежат По словам Натальи Гущиной Эта проблема есть во многих населенных пунктах округа У нас населенные пункты Вот большие дома строились с 60-х годов Начиная где-то с 50-х годов И за все это время они ни разу не ремонтировались Могу вам сказать точно совершенно Поэтому нужна большая программа Нужны большие средства на это Я надеюсь, что сейчас постепенно мы будем входить в эти программы Также нарекания вызвали нечищенные от наледи пешеходной дорожки и проезжая часть Жители не понимают, какие именно организации отвечают за уборку территорий Особенно в новых реалиях городского округа Когда перестали работать привычные поселенческие администрации Я думаю, что вы понимаете, что переезд это плохо А два переезда равно одному пожару, да? Знаем такую поговорку в России Так вот сейчас у нас стадия переезда Когда все документы, все взаимоотношения, все взаимодействия переходят в округ Процесс становления он занимает определенное время Значит, проблему нечищенных, скользких дорожек Проблему не до конца очищенных дорог Значит, да, мы узнали еще вчера Хотя я тоже езжу и хожу по дорогам Я прошу вас потерпеть, потому что еще неделю Я думаю, что до самых худших, до конца января месяца Ситуацию мы просто выровняем Нехватка медицинских специалистов Трудности с получением льготных лекарств Замечания капитальному ремонту домов поднимались на встречи После Богородского управления Аналогичные встречи с руководством ждут жители Краснозаводска и Пересвета Екатерина Фурсова, Кирилл Емельянов, Тема А не привезу